В царском селе, в возрожденном Екатерининском соборе, почтили память первого священномученика, пострадавшего от богоборческой власти после Октябрьской революции. Священномученик протаерий Иоанн Кочуров родился в 1871 году в благочестивой семье сельского священника. Закончив Санкт-Петербургскую духовную академию, он был направлен на миссионерское служение в Америку. В начале 20 века отец Иоанн вернулся в Северную Пальмиру, а в 1916 его зачислили в клер Екатерининского собора в царском селе. Получив возможность участвовать в приходской жизни такого богатого духовными традициями города, отец Иоанн сразу же стал одним из самых любимых проповедников. Фигура священномученика Иоанна Царско-Сельского бесспорно неизмеримо значима. Это эпохальная фигура в истории русской православной церкви и в истории, наверное, всего земного нашего Отечества и пребывания на ней. Однако события Февральской революции, разразившиеся в Петрограде уже через три месяца после назначения отца Иоанна в Екатерининский собор, стали постепенно втягивать царское село в коварный водоворот революционных событий. После Октябрьского переворота на город двинулись вооруженные отряды красногвардейцев. Когда большевики вступили в царское село, отец Иоанн за бесстрашную проповедь о спокойствии ввиду грядущих испытаний подвергся избиению, а вскоре его расстреляли. Это, конечно, убиение ужасное для человека, но для, вот, чтобы знаменовать это время, это очень было значимое событие, потому что он просветился как святой и стал защитником всех. А в то время кого не убивали верующих? Всех верующих убивали, наверное, а тем более вот его. Ну, он болел за народ, помогал всем. Вот, и только, мне кажется, за это его и убили, что он до последней минуты не сдавался. Мученическая смерть протеерея Иоанна Кочурова вызвала глубокий отклик среди православных людей России. Через несколько дней после его отпевания и погребения в усыпальнице Екатерининского собора, духовенство Петроградской епархии отслужило панихиду по убиенному пастырю, открывшему своей кончиной исповедническое служение Сонманова мучеников российских XX века. Архиерейский собор Русской Православной Церкви в 1994 году причислил Иоанна Царскосельского к лику святых. Дай Бог нам так же поступать в такие же сложные минуты жизни. Дай Бог нам такое же терпение, дай Бог нам такую же любовь и смирение к врагам, которые поносят нас и которые притесняют нас за нашу приверженность к Богу, за нашу приверженность к людям, которые нас окружают. И вот будем молиться все вместе святому Иоанну Пресвитеру Царскосельскому, нашему родному святому, нашему земляку, который явил нам пример достойной человеческой жизни.